Физика полна чудесных и удивительных явлений, объяснить которые подчас оказывается не очень просто. И даже то, что кажется очевидным, часто устроено существенно сложнее, чем представляется на первый взгляд. Некоторые из таких явлений, за которыми мы, люди, наблюдаем на протяжении тысячелетий, все еще не открыли нам всех своих тайн. И облака являются классическим примером такого процесса. Да-да, внутри тех самых облаков, которые мы наблюдаем едва ли не каждый день на протяжении всей своей жизни, кроется масса интересных и неочевидных физических феноменов. А многое из того, что вы, возможно, слышали об облаках, их формировании в школе или научно-популярных передачах, на самом деле не совсем правда. В общем, я приглашаю вас в мир особой метеорологической магии, небольшую экскурсию по которому мы с вами сегодня проведем. Итак, подписывайтесь на канал и мы начинаем. Может показаться странным, но если задать вопрос о том, почему образуются облака, то наиболее кратким ответом на него будет потому, что светит солнце. Солнечный свет достаточно свободно проходит через воздух земной атмосферы, однако интенсивно поглощается поверхностью Земли. В результате солнечным днем поверхность Земли, как правило, существенно теплее воздуха, и уже от нее нагреваются приземные воздушные слои. Поверхность Земли будет прогрета сильнее всего, чуть прохладнее будет прилегающий к ней воздух, а по мере удаления от земной поверхности воздух будет становиться все холоднее. Это верно лишь в нижних слоях атмосферы до высоты примерно в 12-15 километров. То, что происходит выше, очень интересно и важно для физики земной атмосферы, но об этом мы поговорим немножечко позже в этом же видео. Чем выше температура воздуха, тем больше он может вместить водяных паров. К примеру, в воздухе температурой в 30 градусов по Цельсию может содержаться до 32 граммов воды на кубометр, тогда как при нуле Цельсия не более 4,5 граммов. Еще одно важное свойство теплого воздуха – при нагревании его плотность уменьшается. То есть теплый воздух снизу у поверхности Земли, как правило, легче холодного воздуха на большой высоте. Благодаря закону Архимеда, теплый воздух начинает как бы всплывать в слоях более холодного, ну или, если хотите, холодный воздух тонет в более теплом, вытесняя его вверх. Этот процесс называется конвекцией. По мере того, как воздух поднимается вверх, он охлаждается. Легко подумать, что это происходит просто из-за обмена теплом с более холодным воздухом наверху. Однако на самом деле все происходит несколько сложнее и интереснее. Дело в том, что с ростом высоты падает не только температура, но и давление. И если мы представим себе некий изолированный объем воздуха, поднимающегося с поверхности Земли, скажем, внутри воздушного шарика, то мы увидим, что при подъеме на высоту наш шарик будет расширяться, из-за того, что внутреннее давление будет оставаться постоянным, а внешнее станет уменьшаться. При расширении все газы охлаждаются. Это одно из самых важных в практическом плане правил термодинамики. Воздух внутри нашего шарика не будет исключением, и более того, шарик для этого процесса вовсе не обязателен, наоборот, он будет даже мешать. Так что даже без всякого шарика, нагревшийся от поверхности Земли воздух, будет подниматься вверх, расширяясь и охлаждаясь из-за этого. Такой процесс называется адиабатическим охлаждением, и оно работает даже эффективнее, чем простой теплообмен с окружающим воздухом. Если мы будем подниматься вверх, то заметим, что при подъеме на 100 метров температура окружающего воздуха будет уменьшаться примерно на 0,6 градуса, тогда как воздух, поднимающийся под действием конвекции, и охлаждающийся за счет расширения, будет уменьшать температуру примерно на 1 градус на каждые 100 метров подъема. Предположим, что средняя температура воздуха вблизи Земли составляет 26 градусов по Цельсию, тогда как температура самого ближнего Земле слоя будет составлять около 30 градусов, а его относительная влажность порядка 70%. Это достаточно типичная ситуация для солнечного летнего дня в наших широтах. Пусть в результате конвекции наш приземный воздух поднялся вверх на 1 километр, в результате чего его температура, как мы уже говорили выше, уменьшилась на 10 градусов до 20 градусов по Цельсию. Температура окружающего воздуха на такой высоте уменьшилась на 6 градусов и тоже составляет 20 градусов по Цельсию. То есть температура нашего идущего от Земли воздуха сравнялась с температурой окружающего воздуха. Он больше не легче воздуха, который его окружает, и подыматься не будет. Напротив под ним находится более теплый слой, в котором наш объем воздуха начинает тонуть. Образуется обратный, нисходящий поток, который вместе с восходящим формирует так называемую конвекционную ячейку. Теперь посмотрим, что при всем этом будет происходить с водой, которая содержится в воздухе. При температуре в 30 градусов и влажности в 70 процентов, каждый кубометр воздуха содержит 22 грамма воды. При температуре в 20 градусов, то есть на вершине нашей конвекционной ячейки, воздух может содержать не более 17,5 граммов воды. 4,5 грамма воды, которые оказываются лишними, сконденсируются, то есть выпадут в виде мелких капелек. И когда я говорю, что капли будут мелкими, я имею ввиду, что они будут очень мелкими. Радиус одной такой капли будет составлять порядка 0,05 долей миллиметров. Эти капельки будут хаотично отражать и рассеивать солнечный свет. Результат этого рассеяния мы и воспринимаем как облако. При этом, так как капельки очень маленькие, в реальности лишь небольшая часть падающего света будет поглощаться внутри облака. Именно поэтому типичные облака, которые мы наблюдаем погожим днем, ярко-белые. Такие облака еще называют кучевыми. Несложно понять и то, почему они имеют такую форму. Нижняя часть кучевого облака, как правило, плоская. Они начинаются на высоте, при которой поднимающийся воздух охлаждается настолько, что уже не может удерживать содержащуюся в нем воду и начинает ее отдавать путем конденсации. Верхняя граница кучевого облака размыта, ведь по мере дальнейшего подъема воздух охлаждается все сильнее и вынужден отдавать облаку все новые и новые порции воды, до тех пор, пока не останет настолько, что уже не сможет больше подниматься. Чем сильнее перепад температур и интенсивнее конвекция, тем большую высоту будет иметь облако. Или, как говорят метеорологи, тем сильнее оно будет развито в вертикальном направлении. Кучевые облака это достаточно капризные структуры. В действительности, если мы оставим все параметры воздуха в нашей задаче прежними, но уменьшим начальную влажность до 60%, то увидим, что на взлете каждый кубометр воздуха будет содержать лишь 17 граммов воды, что меньше, чем он сможет удержать при температуре в 20 градусов на вершине циркуляционной ячейки. Это значит, что облако образовываться уже не будет. А ведь влажность воздуха в разных точках земной поверхности, даже в пределах одной и той же области с одинаковым распределением температур, может меняться довольно значительно. Например, вблизи водоема воздух будет более влажным, а вдали от него более сухим. Именно поэтому в прибрежных районах облака возникают чаще. Еще чаще они формируются над островами, полуостровами и тому подобными объектами, окруженными водой с нескольких сторон. Будет отличаться влажностью воздух над лесом и степью, над городской и сельской местностью и так далее. Более того, влажность воздуха и температура меняются в течение дня. Именно поэтому кучевые облака чаще всего образуются отдельными фрагментами над поверхностями с большей влажностью, либо большей температурой, либо и тем и другим сразу. А кроме того, после образования нередко рассеиваются без следа. Основную роль в формировании облаков играют возвышенности, холмы или горы. Освещенный солнцем горный склон это как бы нагревательный элемент с самой природой, вознесенной на высоту, то есть в область, где окружающий воздух холоднее, что обеспечивает большую разницу температур и более сильную конвекцию. Действительно, посмотрим, как будет происходить конвекция на склоне горы на высоте, скажем, в один километр. Температура окружающего воздуха здесь в нашем случае будет составлять 20 градусов Цельсия. Температура поверхности Земли здесь тоже будет пониже, чем на уровне Земли, ведь гора будет охлаждаться окружающим воздухом. Однако солнце все-таки будет прогревать ее почти так же сильно. Так что в итоге разница температур будет выше. Спад составит не 6, а скажем 3 градуса на километр. Иными словами, при поверхностной температура составит 27 градусов по Цельсию. Влажность будет той же 60%, что означает, что в каждом кубометре воздуха будет содержаться 15 граммов воды. Несложно посчитать, что в такой ситуации воздух сможет подняться уже не на километр, как мы говорили о ситуации на равнине, а на 1,7 километра, охладившись в процессе на целых 17 градусов до 10 градусов по Цельсию. При такой температуре воздух сможет удерживать не более 9,5 граммов воды, то есть в верхней части конвекционной ячейки будет происходить конденсация и образуется облако. Иными словами, хотя на равнине воздух был слишком сухим для образования облаков, такой же воздух на склоне горы уже сможет сформировать облако. На самом деле, даже очень сухой воздух с влажностью в 40% в описанных условиях тоже будет способен образовывать облака. Именно поэтому над возвышенностями облака образуются куда чаще, чем в низинах и на равнинах. Образующиеся над горами кучевые облака не следует путать с другим видом горных облаков, так называемыми лентикулярными или линзовидными облаками. Такие облака тоже связаны с конденсацией водяных паров при подъеме воздуха на большую высоту в горной местности, однако механизмом подъема в этом случае является не конвекция, а чисто механическое перемещение воздушных масс под действием сильного горизонтального ветра. Но если облако все-таки образуется, то что потом происходит с конденсировавшейся водой? Кажется, ответ прост. Такая вода должна упасть на землю, то есть должен пройти дождь. На самом деле это далеко не всегда происходит таким образом и более того, лишь незначительная часть облаков в итоге проливается дождем. Напомню, мы говорим об очень-очень маленьких капельках, которые к тому же находятся в мощных восходящих потоках воздуха. Да, на них действует сила тяжести, которая пропорциональна их массе, то есть объему, то есть третьей степени их радиуса. Однако с силой тяжести конкурирует сила давления воздушного потока, пропорциональная площади поверхности или второй степени радиуса. Это значит, что для очень маленьких капелек давление восходящего воздушного потока оказывается слишком большим для того, чтобы они могли упасть. И капли будут парить в этих потоках, подобно тому, как это делают птицы. Поэтому из кучевых облаков дождь обычно не идет. Они попросту путешествуют туда-сюда по небу какое-то время, подгоняемые ветром, пока не забредут в область с более низкой влажностью воздуха, где благополучно испарятся без следа. Для того, чтобы пошел дождь, каплям в облаке нужно вырасти в размерах, причем довольно существенно, в десятки раз. Наиболее естественно представить себе, что капли внутри облака растут просто склеиваясь друг с другом, подобно тому, как сливаются капли конденсата на холодной поверхности. Однако облака сумели преподнести физикам один из тех сюрпризов, на которые они так богаты. Оказалось, что такой механизм роста капель в облаках характерен в основном для тропиков, с их высокими температурами и влажностями, где конденсация идет особенно интенсивно, высвобождая много воды. В средних широтах такой механизм практически не работает, а идет иной, более сложный процесс, для запуска которого требуется несколько иной тип облаков, которые так и называются кучево-дождевые облака. Эти облака, особенно в начальных стадиях формирования, довольно похожи на кучевые, они тоже белые, пушистые и с ровной нижней границей. Ключевое отличие в вертикальном развитии. Такие облака существенно выше обычных кучевых и обусловлено это весьма интересным процессом, идущим в их толще. Выше мы сказали, что процесс образования облака это по сути конденсация воды, содержащейся в воздухе. Однако из уроков физики в школе мы помним, что на испарение воды расходуется тепловая энергия, в результате чего вода охлаждается, а при конденсации тепло наоборот выделяется, что приводит к нагреву. При образовании облака происходит то же самое. Каждая молекула воды, конденсирующаяся в водяную каплю, слегка подогревает ее, а та в свою очередь прогревает окружающий воздух. То есть, когда в восходящем воздушном потоке начинается конденсация, воздух начинает как бы нагревать сам себя. Выше мы говорили, что поднимаясь, воздух теряет примерно 10 градусов тепла на каждый километр подъема из-за адиабатического охлаждения. Конденсационный нагрев, особенно в ситуациях, когда воды в воздухе много и тепло выделяется интенсивно, замедляет охлаждение, что позволяет воздуху подняться на большую высоту, в те слои воздуха, где его температура уже существенно ниже нуля. Что происходит с водой при температуре ниже нуля? Правильно, она замерзает. Однако облака снова приготовили нам сюрприз. Внутри них вода способна не замерзать и при температурах даже в несколько десятков градусов ниже нуля по Цельсию. Вода в таком состоянии называется переохлажденной, и это состояние является нестабильным. Любое, даже незначительное внешнее возмущение может привести к кристаллизации такой капли. Но в том-то и дело, что причин для таких возмущений на больших высотах немного, и вода может пребывать в переохлажденном метастабильном состоянии на протяжении долгого времени. Из таких переохлажденных капель состоят так называемые высотно-кучевые облака. Если же конвекция забрасывает воздух еще выше, на высоту порядка 6-7 километров, где становится слишком холодно для существования даже переохлажденной воды, то капли все-таки замерзают. При этом плотность льда меньше плотности воды, так что получившиеся льдинки способны парить в восходящих потоках не хуже капель. Так образуются так называемые перистые облака, состоящие из вот такого вот левитирующего льда. Из них тождь обычно тоже не идет. Самое же интересное происходит в случае, когда в облаке, состоящем из переохлажденной воды, по тем или иным причинам все-таки появляется какое-то количество ледяных кристаллов. В этой ситуации оказывается, что переохлажденная вода и лед не могут просто сосуществовать внутри одного и того же облака. Водяные капли начинают уменьшаться в размерах, а льдинки, наоборот, расти. Этот процесс известен как процесс Бержерона. Дело в том, что любая водяная капля окружена как бы шубой из водяного пара. Молекулы воды постоянно мигрируют из шубы в каплю, переходя из жидкой фазы в газообразную и наоборот. При относительной влажности в 100%, что означает, что воздух содержит максимально допустимое количество воды, как это бывает внутри облака. Оба процесса имеют одинаковую скорость, и система пребывает в состоянии равновесия. Присутствие ледяных кристаллов нарушает это равновесие. Молекулы воды из шубы намерзают на кристалл, и плотность шубы уменьшается. Скорость испарения превосходит скорость конденсации, и капля начинает уменьшаться в размерах, постепенно испаряясь. Получается, что в смеси из капель переохлажденной воды и ледяных кристаллов капли постепенно испаряются, а льдинки наоборот растут. Когда они вырастут до определенной величины, сила гравитации превзойдет силу, которая действует на кристаллы со стороны воздушных потоков, и кристаллы начнут осыпаться вниз. Именно этот процесс ответственен за образование такого эффектного явления, как дырявое облако. Такое облако выглядит как обычное высотно-кучевое облако, но со странной круглой или овальной дырой в центре, внутри которой видна своеобразная дымка. Обычно дырявые облака возникают, когда сквозь высотно-кучевое облако, состоящее, напомню, из капель переохлажденной воды, пролетает, например, самолет. Его пролет становится тем возмущением, которое приводит к массовой кристаллизации капель и запускает процесс Бержерона. Вместо большого количества маленьких капелек, мы получаем меньшее количество крупных ледяных кристаллов, которые уже слишком тяжелы для того, чтобы парить в небе и начинают падать на землю. Аналогичный процесс происходит и естественным образом в мощно развитых в вертикальном направлении облаках, возникающих при интенсивной конвекции очень влажного воздуха. Нижние слои такого облака могут состоять из обычных водяных капель, в верхней его части вода существует в переохлажденном состоянии, а в самых верхних слоях мы и будем иметь ледяные кристаллы. В процессе циркуляции воздушных потоков внутри облака некоторые из таких кристаллов попадают в лежащий снизу слой переохлажденной воды, где запускают процесс Бержерона, собирая на себя водяные капли из переохлажденного слоя и начиная падать вниз. Добравшись до теплых нижних слоев, лед тает, превращаясь в массивные водяные капли, которые продолжают падать вниз и по пути вбирают в себя более мелкие, продолжая свой рост. Иногда в ходе такой эволюции размер капли может вырасти до 5 мм. Это в 100 раз больше, чем тот размер, который капли имели изначально при конденсации из поднимающегося вверх воздуха. Так вертикально развитое облако, верхушка которого забралась слишком высоко в атмосферу и замерзла, теряет стабильность. Мы говорим, что идет дождь. Ледяная верхушка облака визуально отличается от остальной его части. Она выглядит более легкой, воздушной и как бы полупрозрачной. Подобные структуры метеорологи называют шапочками или пилиусами. Их появление над кучевым облаком означает, что облако начало трансформацию в дождевое. Так как капли внутри дождевых облаков имеют куда больший размер, они уже достаточно интенсивно поглощают солнечный свет. Поэтому такие облака выглядят темными. Темный цвет означает, что в облаке достаточно много крупных водяных капель и оно готово пролиться дождем. Ну или просыпаться снегом, если температура воздуха вблизи земли ниже нуля и падающие снежинки не смогут растаять. Если же внизу наоборот жарко и сухо, то в нижних слоях атмосферы под кромкой облака дождевые капли начинают испаряться. Испарение приводит к охлаждению окружающего воздуха, что разрушает условия для существования конвекции. Именно поэтому после дождя обычно бывает прохладно. Бывает, что капли даже испаряются полностью не успев достигнуть земли. Этот процесс называется виргой. Стоит подчеркнуть, в средних широтах именно процесс Бержерона в большинстве случаев ответственен за потерю облаками стабильности и превращение их в дождевые. Иными словами, если на земле идет дождь, то наверху, внутри облака почти наверняка идет снег. Для чего, в свою очередь, в формирующем облако в воздухе должно быть достаточно много влаги. Ну а для этого требуется высокая температура у поверхности. Именно поэтому дожди чаще идут летом, чем зимой. Знаменитые майские грозы возникают в период, когда солнце уже сильно прогревает землю, тогда как воздух еще холодный. Это обеспечивает отличные условия для мощной конвекции и формирования дождевых облаков. Что же касается дождливых периодов поздней осени, то они часто обусловлены перемешиванием воздушных масс, пришедших из регионов с различными климатическими условиями. Грубо говоря, облако, поливающее вас дождем в ноябре или октябре, могло сформироваться за много километров от вас в более теплом и влажном климате. Итак, для образования кучево-дождевого облака нужны те же условия, что и для образования обычного кучевого, много влаги и тепла у поверхности, но только все это должно присутствовать в больших количествах. Отдельным подвидом облаков являются так называемые пирокумулятивные облака, которые возникают, к примеру, над лесными пожарами, извержениями вулканов или другими мощными локальными источниками тепла. Глядя издали на столб дыма, вздымающегося над подобным явлением, можно заметить, что на определенной высоте он меняет цвет, из серого или черного, становясь белым. По сути, вот эта верхушка дымного столба это самое обычное облако, которое может быть как кучевым, так и кучево-дождевым, если выделение тепла достаточно мощное и влаги в воздухе достаточно много. Из подобных облаков даже может идти дождь. В случае вулканических извержений, дождевая вода таких облаков может содержать значительное количество растворенных соединений серы и других веществ. Такие дожди оказываются кислотными. Если водяных паров в поднимающемся с земле в воздухе очень много, и этот воздух очень сильно нагрет, то есть способен подняться очень высоко, то выделяющееся в процессе конденсации водяных капель тепло может даже обратить вспять процесс адиабатического охлаждения. Вместо того, чтобы остывать при подъеме, воздух наоборот нагревается из-за выделения внутреннего тепла, что приводит к ускорению его восходящего движения. Метеорологи в таких случаях говорят, что состояние атмосферы является неустойчивым. Единожды начавшись, конвекционный поток лишь усиливается со временем, подпитываясь выделяемой в результате конденсации энергией. Образуется мощный восходящий поток, который приводит к образованию под облаком области пониженного давления, в которую будут втягиваться все новые и новые массы теплого влажного воздуха из прилегающих областей. Больше влажного воздуха значит больше конденсации, еще больше тепла, а значит еще мощнее восходящий поток и сильнее разрежение, больше втягиваемого воздуха и так далее. Атмосферная конвективная ячейка начинает как бы усиливать сама себя. Облака, внутри которых идут подобные процессы, несложно отличить от обычных кучевых или кучево-дождевых облаков. Они имеют характерную форму, похожую на гриб или, как считают метеорологи, на ковальню. Верхний край таких облаков может простираться в атмосферу на высоту до 15 километров. Знаменитые ядерные грибы это тоже по сути облака наковальни, просто не естественного, а искусственного происхождения, источником конвекции, в которых является тепло, выделяемое взрывом. Облака наковальни могут представлять большую опасность для легких летательных аппаратов, таких как воздушные шары, дельтапланы и легкомоторные самолеты. Их может попросту засосать внутрь облака и забросить конвективным потоком на высоту около 10 километров и выше, где находящиеся в них люди могут попросту погибнуть из-за недостатка кислорода. Как образуется наковальня? Все дело в том, что на определенной высоте спад температуры по мере дальнейшего подъема прекращается и сменяется ростом. Собственно, область атмосферы, в которой с подъемом становится холоднее, называют тропосферой, а более высотный слой, где по мере подъема температура растет, стратосферой. Прогрев стратосферы определяется поглощением ультрафиолетовых лучей солнечного света в озоновом слое Земли, лежащем на высоте примерно в 25-30 километров. Граница между стратосферой и тропосферой называется тропопаузой, и через нее конвективные потоки пробиться не могут. Поднимающийся воздух как бы натыкается на стенку из более теплого, а значит более легкого воздуха. Конвекция останавливается, однако снизу упершиеся в тропопаузу воздушные массы продолжают подпирать конвективный поток. Из-за этого воздух как бы растекается вдоль нижней границы стратосферы, подобно тому, как растекается масло, которое вы наливаете на сковороду. Облако с наковальней всегда является предвестником шторма. Благодаря своей высоте, которая, напомню, может достигать 15 километров, такие облака видны издалека, что является неплохим предупреждением о надвигающемся ненастье. Причем, если ветер дует от вас в сторону облака, то это вовсе не значит, что облако уходит. Ветер, который, собственно, несет с собой штормовой фронт, дует на высоте в несколько километров, а на уровне земли вы будете ощущать поток воздуха, который засасывает в центр шторма. Иными словами, на небольших расстояниях от центра бури та путешествует против ветра. Одним из явлений, которые могут возникать в сильно нестабильной атмосфере, являются так называемые микрошквалы. Так же, как конденсация водяных капель при подъеме теплого воздуха приводит его к дальнейшему нагреву и ускорению подъема, опускание вниз холодного воздуха, смешанного с водяными каплями, приводит к испарению этих капель и затрачивающееся на это испарение тепло еще сильнее охлаждает воздух и ускоряет его опускание. Процесс тоже усиливает сам себя и образуется так называемый микрошквал. Узкая мощная струя холодного воздуха, который обрушивается на с большой скоростью. Ударившись о поверхность земли, воздушный поток начинает расходиться в стороны от места падения. Причем скорость движения этого потока, то есть скорость ветра, может достигать десятков метров в секунду в эпицентре микрошквала. И хотя длится такое явление недолго, чаще всего не более нескольких минут, за это время ураганный холодный ветер в сочетании с сильным дождем может причинить существенное разрушение. В сухом климате вода, которую несет поток микрошквала, может полностью испариться по пути к земле, образовав виргу. Однако поток холодного воздуха никуда не девается и из-за более сильного испарения даже становится еще мощнее. Такие потоки способны породить явление, называемое хабуб. Растекающийся по земле воздушный поток поднимает в воздух значительные массы песка и пыли, которые способен нести на протяжении многих километров. Чаще всего такие пыльные бури наблюдаются в пустынях Африки и Аравийского полуострова, но встречаются и в других частях света, например в Индии, Средней Азии и в США. Особо разрушительный характер конвективный шторм будет иметь в том случае, если в области его формирования существует так называемый сдвиг ветра, то есть ветер на разной высоте будет иметь различную скорость или даже разное направление. Два таких ветровых потока, взаимодействуя друг с другом, будут приводить к закручиванию воздуха в горизонтальный вихревой шнур. Конвекция в центре шторма как бы приподнимает этот шнур, постепенно меняя его ориентацию. Из горизонтального вихрь становится вертикальным. Этот закрученный поток восходящего воздуха называют мезоциклоном, и он бывает настолько мощный, что разогнанный в нем воздух способен по инерции пролететь границу тропопаузы, поднявшись над уровнем наковальни. Образуется так называемая верхушка, своеобразный облачный холмик над самым центром шторма. Этот холмик является характерным признаком существования мезоциклона и того, что метеорологи называют суперячейкой. Именно суперячейки ответственны за образование наиболее мощных конвективных штормов, включая те, которые приводят к образованию, пожалуй, самого впечатляющего природного явления. Смерча, или как его еще называют в Америке, торнадо. Однако эта тема, пожалуй, заслуживает отдельного видео, так что если тема физики метеорологических явлений вам, что называется, зашла, то ставьте лайки, пишите об этом в комментариях, и мы обязательно продолжим наше повествование в следующих видео. Ну а в завершении я хочу поблагодарить спонсоров нашего канала здесь, на ютубе, а также на страничках в телеграме, патреоне и бусте. Именно благодаря их поддержке и смогло появиться как данное, так и другие видео на нашем канале.